Всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы в кое-то веки получили приятные новости от наших футбольных чиновников. Было принято решение не переходить из Европы в Азию. И на мой взгляд сейчас это кажется единственным правильным выходом из всей сложившейся ситуации, потому что переезд в азиатскую футбольную семью из Европейской не приносил никаких очевидных плюсов, но при этом мог повести к серьезным негативным последствиям. И если честно, то, что сейчас произошло, это с одной стороны да, как я уже отметил, приятное событие. Слава богу, что мы отказались от этой глупости. С другой стороны, в целом, вся политика наших футбольных чиновников, вся политика РФС сейчас кажется какой-то абсурдной. Потому что вы меня простите, столько времени рассказывать о том, как нам нужно перейти в Азию. Как это будет здорово и как это будет правильно. И в итоге, в сухом остатке, получается, что мы как бы сдали назад. Да, еще раз говорю, что это правильный выбор. Но зачем было устраивать всю эту свистопляску вокруг потенциального переезда в Азию? Вот это непонятно. И выходит, что наши футбольные власти постоянно метаются из стороны в сторону. Помните, сперва объявляли о том, что у нас отменят лимит. Теперь оказывается, что лимит мы оставили, а может быть, еще и ужесточим. Потому что появилась такая информация о сокращении лимита. И все мы помним, как там резко все поменялось после того, как гарант Конституции выступил и сказал, что лимит нужно сохранить. И вот, пожалуйста, здесь. Сперва мы всем рассказывали во всех возможных СМИ о том, как здорово, что мы отправимся в Азию. Наши чиновники, наши лидеры мнений, разные там эксперты, журналисты говорили о том, что это круто. И вот теперь снова разворот на 180 градусов. Ну, на мой взгляд, это многое говорит о том, как у нас устроено все в футбольном хозяйстве. В общем, давайте разберем данное событие, отказ от переезда в Азию и что это означает для нашего спорта. Но сперва хотелось бы рассказать вам о новом предложении от моих спонсоров из компании Балтбет. Вы можете выиграть 2500 рублей, ничем не рискуя. Что нужно сделать? Да всего ничего. Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на сайт Балтбет, зарегистрироваться и ввести промокод, который также указан здесь в закрепленном комментарии. Вы получите возможность сделать бесплатную ставку, по которой вы можете выиграть до 2500 рублей. Ничем, повторяю, не рискуя. В наши кризисные времена бесплатная ставка на вес золота. Так что проходите по ссылочке в закрепленном комментарии и получайте фрейбет. Итак, если кто вдруг не смотрел мои предыдущие ролики касательно потенциального и в итоге сорвавшегося переезда из Европы в Азию, то я еще раз прогоню по основным тезисам, почему это было не нужно. Здесь проблема в том, что мы не получали никаких плюсов, никаких абсолютно поблажек и никаких позитивных изменений. Поэтому могли нарваться на дополнительные проблемы. То есть возьмем тот же самый чемпионат мира по футболу. С какого-то хрена, вот именно так, некоторые наши умники, некоторые даже блогеры и журналисты начали кричать, что вот, мол, Европа нас не пускает на чемпионат мира по футболу, они нас отстранили, они отменили стыковой матч с поляками, давайте свалим в Азию и оттуда нас пустят на чемпионат мира. На чем это было основано? Да ни на чем. Вот просто вот херню какую-то несли на протяжении нескольких месяцев. При том, что всем вменяемым было понятно. Нас не допустили не только у Ефа, а ФИФа. И от того, что мы переберемся из одной конфедерации в другую, ни хера не поменяется. Потому что Азия, так же как и Европа, находится под контролем ФИФа. И вот, пожалуйста, прошло несколько недель после начала всей этой, так скажем, азиатской истерии. И Дюков сообщает, у нас не было никаких гарантий, что через Азиатскую Федерацию нас бы допустили до чемпионата мира. А изначально это не было понятно всем. Но все почему-то кричали, давайте переберемся, давайте сменим конфедерацию. Азия нас примет, Европа нас не принимает и так далее. И вот спустя несколько недель открытие. Где теперь все эти эксперты и умники, которые кричали несколько недель про то, как нам нужно уходить в Азию. Вы меня простите за экспрессию, но просто бесит этот дебилизм. И ведь печатают их в средствах массовой информации, этих экспертов замечательных, про то, как нужно в Азию перебраться. Касательно Кубка Азии, где мы могли бы поучаствовать. Ну, во-первых, в Азии далеко не все нам рады. Та же самая Австралия, та же самая Япония, Корея, плюс целый ряд других государств, скажем так, прозападных, мог бы нас просто послать куда подальше. И мы бы не были допущены до Кубка Азии, а возможно и не были бы допущены до, в принципе, Азиатской конфедерации. Просто нас бы не приняли. К тому же, здесь нужно учитывать целый ряд других обстоятельств. То, что и FIFA мог заблокировать переезд из Европы в Азию, и UEFA мог взъерепениться и чего-нибудь там добиться негативного. Плюс к этому, в общем-то, всем было понятно, что даже если мы переберемся из Европы в Азию, это будет длительный процесс, и мы, скорее всего, не сможем принять участие в некоторых турнирах и так далее. Целый год пришлось бы просто пропускать из-за всяких бюрократических мелочей. Короче, плюсов никаких. Кроме желания некоторых альтернативно отдаленных крикнуть, «Европа нас не любит, давайте свалим в Азию». Какие плюсы? Вот, знаете, мне в комментариях некоторые писали «Нас обосрала Европа, давайте теперь покажем, давайте уйдем в Азию». Я один и тот же вопрос задавал всем. Какие плюсы будут? Какие преимущества? Какие положительные изменения? В ответ мычание, вопли, каики. Никто ни хера не может ответить, но все говорят «Давайте перейдем из Европы в Азию». Вот, блядь, как всем мозги насрали, блядь. По-другому и не скажешь. И у всех заело это в голове. Как будто это к чему-то приведет. То есть никаких плюсов нет, а минусы, ну, теоретически, они могли бы быть. Допустим, когда FIFA поменяет свою позицию и допустит нас до континентального турнира в Азии, допустим, или там до отборочного этапа в Азии, мы уже автоматически захотим вернуться в Европу. Ну, потому что, типа, ситуация политическая устаканилась, нас FIFA амнистировал, значит, можем вернуться в Европу. А в Европу уже возвращаться будет тяжело, потому что мы вышли. То есть минус очевидный. Рано или поздно, даже если бы мы перебрались в Азию, когда ситуация бы устаканилась, мы бы захотели вернуться в Европу, потому что все тянутся к той конфедерации, где больше сильных команд. Казахстан уехал из Азии в Европу, Австралия переехала из своей океании жоперской в Азию, чтобы перейти в более сильную конфедерацию. И мы бы тоже захотели, но у нас были бы проблемы с возвращением. Вот в чем главная загвоздка и главный минус. Минус. А плюсов никаких нет. Никаких очевидных преимуществ. Поэтому здесь, ну, такая вот истерия, которую по-другому и не назвать. Сотрясание воздуха. Кричали про переход в Азию, рассказывали всякую херню там в спортивных СМИ, на федеральных каналах. Теперь вот решили, что нет, это нам не нужно. При этом обозначаются какие-то максимально расплывчатые формулировки. Наша цель попасть на чемпионат мира 26-го года. Об этом сообщает Дюков. Мы ушли из Европы, но имелся в виду нефутбольный фактор. Ну, типа, политически ушли из Европы, но футбол останется там. Наверное, на это намек. Какая-то чушь. И вот, знаете, я все больше понимаю, что мои слова в предыдущих роликах оказались, ну, не то что пророческими, но они оказались весьма и весьма годным анализом. И у меня такое ощущение, что, может, в футболе я не разбираюсь, но в наших спортивных чиновниках разбираться начал. Какая-то игра, получается, политическая. Если честно, у меня большие сомнения, что нам удастся вот таким образом добиться каких-то изменений. При этом, как мы понимаем чисто психологически, что если ты угрожаешь чем-то, допустим, заявляя о том, что ты перейдешь в Азию, и в итоге этого не происходит, то твои следующие угрозы или твоя следующая попытка надавить, она уже будет не такой эффективной, потому что все будут помнить. Они уже как-то раз говорили, что убегут из Европы в Азию, а в итоге этого не сделали. И вот здесь, ну, получается, вот такая вот странная ситуация, когда все вроде как всполошились, а по факту никто ничего менять-то толком и не хочет.